Основные направления деятельности Совета ветеранов Управления внутренних дел – патриотическое воспитание молодежи. Особая забота проявляется в отношении коллег, участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тех, кому за 80 лет и кто проживает в сельской местности. Уважаемые ветераны, я очень рад, что вы у нас есть, я очень рад, что вы постоянно окажете нам помощь. Всегда стоите с нами на страже порядка и практически всегда, практически всегда в любую погоду вы всегда приходите на помощь, помогаете нам, нашим молодым сотрудникам. Это очень хорошо, очень приятно, спасибо вам большое. Прошел отчетный период 5 лет. По уставу организации за проделанную работу необходимо отчитаться руководству. Ну и главный повод встречи – переизбрание председателя Совета ветеранов. Этот вопрос решался путем голосования. Единогласно новым председателем был избран Александр Тарасов, а его заместителем – Татьяна Анохина. Несмотря на единогласное решение, заслуженные работники управления выдвигали и других кандидатов на эту должность, предлагая не обходить стороной и женский состав Совета. Для нашего межмуниципального управления очень знаменательный день. Отчетно-выборное собрание, собралось много ветеранов, все они достойные люди нашего района, внесли просто огромный вклад и лепту в защиту правопорядка и законности на территории нашего района. Очень много лет работали бессменно и на одном участке, и были верны долгу, помогали людям всегда. Поэтому мне хочется от себя лично, от всех вообще, поздравить всех ветеранов межмуниципального управления и пожелать им всего самого наилучшего. А молодым сотрудникам, чтобы они брали пример с людей, которые действительно беззаветно служили родине, государству. Преемственность поколений и обмен профессиональным опытом ветеранов органов внутренних дел с молодыми сотрудниками – это важнейшая задача Совета, с которой они справляются на отлично. За пять лет сделано немало, и в этом большая заслуга Антонины Артамоновой. Первый заместитель председателя Совета ветеранов органов внутренних дел ГУ МВД России по Московской области полковник полиции в отставке Людмила Исаенко вручила почетному председателю медаль «За долг, честь, мужество и доблесть». Она заслужила этого, что вы ее оставите в качестве почетных ветеранов, советских ветеранов своего Матенцовского управления, оставите ее как почетного родителя и председателя. В завершении мероприятия ветераны органов внутренних дел поделились своими воспоминаниями, которые могут помочь сотрудникам полиции в оперативной служебной деятельности.